ровно восемь не простояли на время сейчас братцы, вы не поверите какой это кайф 4 не успел я на светофор ну ладно когда ты просыпаешься ладно, лети уже кусало не пропустил меня просто очень быстро ехал я думаю, что я не буду подрезать парняку ладно, я поморгал приезжай, дорогой вот я же говорю, такой кайф ты была, просыпаешься у тебя тепленькая не надо эту руку высовывать этот нос тут под одеяло торчит эту машину заводить а еще с нашей автономкой башка не болит у нас с этим с влагой тут что-то в общем, не сушит воздух просто песня все продолжаем путь 3248 нам еще сегодня у нас по-моему, среда среда 22 сентября 22 сентября среда за бортом сейчас плюс 3 курган вот они сейчас сибирские ворота тоже зауральский тракт мне тут понравилось место в валах такой суеты как здесь нет нормально если хоть доводиться ночевать здесь то можно спокойно становиться на эту стоянку и спокойно отдыхать так, ну что, какие планы? ну что, какие планы? Арбайтен? ну ты на дисциплина к Андрюхе сегодня не поедем я-то, ну, миску должен отвезти на какую-то говорю это Андрюх, разгласил тремя тоннами я к тебе пока не буду крутиться на обратном пути может полегче будет ну, может 20-ку буду тащить на 20-ку хотя бы я думаю, вряд ли с тех краев мы уйдем легче но, говорю, это не поеду что нужно сегодня? из обязательной программы из обязательной программы сегодня нужно посетить опаской магазин потому что все покончалось самовар не ищем ставить что мы не едем девушка да, не торопятся с утра никуда потихонечку не спеша красотка вот там надо ну, что надо? масло туда-сюда там вообще вот вот аббатская и все в принципе все остальное ждал едем дальше заправляться сейчас уже до Кемерово больше нигде не надо Полные паки у нас Челябинские на обвязной долились Отблю 60% На сегодня хватит Остается только ехать По равнинке Расход 32,5 сейчас За вчера с Урала сюда до Кургана С 33,8 Да, 33,8 Сбросим до 32,5 Пока вроде как ветра встречного Тоже такого сильного не наблюдаю Надеюсь, сегодня мы продолжим эту тенденцию Вернее, ветра я вообще не наблюдаю Зато я не знаю, вам конечно не видно Сколько лебедей там На этом озере Тишь да гладь Пока в плане ветра Хорошо ДТ-5005 Видите, в Курганской А я заправлялся по 48-40 что ли В Челябинской В Кемеровской там что-то будет 49, по-моему Автобусик выпустим Так что вот Отвидеться уже все Отстроили так Практически Хорошо Широко А то тут была убитая Конечно, дорога Что-то только вот все Уборочная идет А это же как господи Это же какая-то Или это пшеница Камыши Пшеница Без толчку Ну 1000 извинений Камыши За пшеницу Принять Дальше Без комментариев Продолжение следует... 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 Рыжий вообще здесь спит. Интересное место он себе нашел в Краснадо. Забавно такое местечко. На стоянке как-то вот неинтересно, потому что он в поле. Кому-ка нравится. Видите, он на полуприцеп трал загрузил. Странно, а что своим ходом не гонят? Видите, он может под обычный какой-нибудь. Под обычное седло его и не подобьешь, наверное. На одном колесе ездит. Широкий получается. Вот это ремонт после Ишима. Ну тут, туда дальше я не помню, там тоже пару стафоров вроде будет еще до Ишима. А так, ой, после Ишима, после Бердюжья. Бердюжья прошли, транспортники работали, гайцов не было. Стоим, ожидаем. До Аббатского мы не доедем. Что в Аббатском паузу сделать? Надо быть в Ишиме. Круто, ну типа того, Аббатское, просто заскочить в магазин. Можно будет даже туда прям к магазину подъехать. А, там же ж этот. 30 рублей, говорит, чтобы в магазин сходить. Из принципа не поеду. Как лихо все пожелтело. О, видите, у нас он даже работает впереди. Погодка, конечно, немножко уже портится. Томская область. Смотрю, тучки. Солнышка почти нет уже. Наверное, сейчас дождики зарядят. Я имею в виду, почему? Вот еще дней 10 назад же, назад, ну ехал же сюда, на запад. Все было зеленое. А сейчас, вон, смотрите, уже все березки. А здесь у нас в основном по дороге березки. Почти все желтое. Быстро, быстро, моментом. Я так думаю, вдруг с востока возвращаться. Слушай, уже и листьев не будет. Запросто. Небольшой морозик, сильный ветер. 2-3 дня какой-нибудь такой. Ветрено-дождливой погоды. Противной. И листья, и деревья останутся голые. Пожелтело быстро. Очень быстро. Просто вот на глазах, можно даже сказать. О! Саня, привет! Твой дав пошел навстречу. Сашке Белгородского дав поехал. 31 регион. Водителя я у него не знаю. Раньше знал, сейчас не знаю. Вот, побежал навстречу только что. Тоже откуда-то. С востока. По-моему, в Якутию дав хотел. Может, не в Якутию. Не знаю. Не помню точно. Один из них у него бегал в Якутию. Сейчас у нас. На той неделе снег поймал. Может, это этот. Не важно. Сам факт, что его красавчик побежал. Желтенькая, желтенькая. Еще чуть-чуть. Все, плетит. И будем ждать снежок, 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 снежок. Тридцать один и восемь. Сейчас. Потихонечку падает. Не так быстро, как хотелось бы, но падает расход. Пойдем вот в это кафе сходим. Полевой стан какой-то. Передышимом, не доезжая. Еще тут ни разу не был здесь. В общем, неплохо. 210 рублей. Вот это, что у вас на экране стоило. Наелся, честное слово. Порция большая. Солянка вкусная. Все хорошо. Вроде. Смотрите, как у нас прицеп назад перегнутый. Просто если бы я знал, что они так будут валить, я бы сначала их заставил загрузить. Железо это все. Проволоку эти все. Катушки. На второй борт, на средний. А потом уже свои эти там гвозди. Электроды и так далее. А так получается у нас все самое тяжелое на задний борт. Так он слегка, она просела. Ну а что, я когда туда приехал, у меня 9,5, 2,8 показывала. Когда я оттуда выехал, 8. Ха-ха-ха. 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 Чего страшного, доедет. Так, тент, 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 тент. На обратнем пути. Или, если где, увижу. Клеем. Чего там? Пауза получилась уже. Можно ехать, нельзя. Можно, наверное. По зеркалам чуть протереть. Ну что, поехали? Долей. Ой, видите? 30 рублей. И дело не в рублях. Дело в принципе. Заехать, чтобы сходить в магазин, отдать ему 30 рублей. Ну вот за что? Наглость. Автокемпинг, Аббат. Вот, видите? Местные вообще вот так заезжают. Ё-моё. Позорище. Судьбы на травку уже отошел. Тоже мне коллега. Ну, как вы поняли, мы в Аббатском. Пошли. Сильпо. Красный Яр на горизонте. Чего-то вчера забыл вам рассказать. Вчера, когда на Челябинскую плесную выходишь, вышел, там рамка есть. Вот, типа, веса габаритная. А перед тем, как это с гор спускаешься, в Уральских, губаркульт проходишь, там тоже рамка есть. Ну и плюс уже сколько проехал, правда, так-то по весам нигде не проезжал. Ну, я-то вижу, разрисовку у себя на компьютере, я вижу по осям. Алёшка, а ты чё там нужно? 23, даже если 23 с половиной тонны, ну, по-общему, 24 возили. Никаких вопросов. То есть, по-общему, всё хорошо. По высоте никаких проблем. По ширине тут чуть-чуть торчит по бокам, но это полная фигня. Это не есть, не габарит. Короче, я захожу на Челябинскую объездную, прохожу рамку, и у меня на табло высвечивается. Превышение... Смотрите, как там там было написано? Превышение габаритов, что ли, или что? Что-то такое. Я ещё заикаться не начал, ну, ни хрена себе. А у Михаила Владимировича месяца два назад, он возвращался тоже вот отсюда, то же самое рамка высвечивается. Вообще, я про эту рамку слышал от многих, что она высвечивает. Но дело в том, что я слышал, что и многим прилетали. Ну, я слышал, что прилетали штрафы. Пользуйте второй съезд. Я тут туда-сюда звоню там, знающим людям. Ну, сам факт, что, принято, превышение, нет никаких нарушений, никаких габаритов. Короче, поставил начальство в известность, там всё. Поговорил со знающими людьми, сказали, что если вдруг прилетит, ну, тогда в суд подавайте, там, короче, в общем, через суд, да, она будет решать. Платить. За что платить? Мы ничего не нарушали. Ну, вот, то, что ему высветило тогда, месяца два назад, ну, до сих пор ничего не было. Сейчас у нас, сегодня у нас 22 сентября, когда будут смотреть, я не знаю. Ну, вот уже тут точно два месяца прошло. Я уже месяц работаю, то ли он там что-то возвращался, то ли вот это крайним рейсом, то ли ещё перед этим рейсом. Ну, то есть два месяца 100% уже. Обычно из таких вещей штрафы прилетают из-за медлителя. Конец-то этого Свердловского. Бабайдов. Камазика. Последние километров 30. Не то, чтобы мучил. Нет. Я еду 80. Едет 78. Блин, ну, и никак не обойти сплошной поток навстречу. Я к чему это? Просто что? Ну, я вчера говорю, что мне и выскочило с головы, и, в общем, я не забыл совсем вам рассказать. Сейчас вот у нас же весы впереди. В Омске. Вот мы сейчас проедем по Омске весам, чисто по весам. Не знаю, как они рабочие и не рабочие. Проедем и посмотрим, чего они нам скажут нового и царестного. Вот, так я к чему? Сейчас вот мы будем весы проезжать, потому что, ну, я не знаю, за что могла сработать эта рамка. То есть, высота, с высотой у нас никогда никаких вопросов не было. То есть, мы ездили, что же, и сохранился, поезжали, поезжали. То есть, высота у нас 4 метра. Ширины здесь у меня тоже нет. Весы? Весы, развесовка у меня показывает нормально. То есть, по весам у меня вопросов нет. Ну, сейчас посмотрим. Вот, я сейчас с весы проеду. Если у меня с весами вдруг какие-то вопросы, может, у меня компьютер влажает что-нибудь. Ну, тогда, я понимаю, пробила бы и первая рамка. Согласитесь. Которая вот... Потому что рамок было 2. Вот этот вес габаритный, который я проезжал. Что-то у меня такое ощущение, что, наверное, мы зря здесь я это эксперимент вам показать зацел. Такое ощущение, что, по-моему, на босту никого нет. Или есть? Или нет? Я не вижу. Нет, есть там кто-то внутри. Вот как вы думаете, у меня сейчас было проблем по весам. Меня бы не остановили бы. Конечно, остановили бы. Так что, я думаю, там что-то рамка сложала. Я много слышал за нее, очень люди за нее жалуются, что она нам фигню всякую написывает. Ну, посмотрим. Придет что-нибудь, не придет. Участие в известность поставлено. Если что, будем разбираться. Потому что, чтобы проехать пол России и показать только одна рамка, ну, это вот предстоящий. А мы что? Город Омск, город Омск. Сейчас на объездную. Омск пройдем. Попьем чайку. Ну, и, наверное, еще пару часиков потом проедем. Сейчас уже по времени. Сейчас по восьмому. Ну, нормально, да. Сейчас сомск пройдем как раз. Полчаса минус сорок нам надо. Там. Попьем чайку. И часиков до одиннадцати еще сегодня. До чанов, наверное. Доедем. И, наверное, там будем на посадку заходить. В пол восьмого еще рано становится спать. Я так думаю. Часто у нас уже все равно украли. Сейчас уже плюс три в Москве. Все равно пол восьмого рано. Да и в девять рано. Мыслю так сделать. Что делаем? Из десяти двенадцать. Это если считать новосибирское время. А новосибирская область у нас здесь вот буквально вот она совсем рядышком. Короче, у нас сегодня два часа слямзили с Курганского до Новосибирского. Мы-то еще в Омской области. Но можно считать, что мы уже почти в Новосибирске. Километр-два. Все. Поэтому хорош на сегодня. Я так думаю, еще какой смысл есть по ночам. Днем. Днем. Так. Это топлайн? Или не топлайн? Нет, это не топлайн. Это какая-то другая стоянка. На эту я не хочу. А теплайн не разобрать. Ехать до Чанов. Коньяк почем? Или Чанов. Еще. Еще где-то час. Коньяк 2.5-3. На карман берет. Газа, роман на пол. Четверка. Молодец. Коньяк нужно купить туда-сюда. Как-то я тут ночевал. Чего тут такая грязь? Затем плавно поверните направо. Перепроложить. Вы получите разворот. А где я бегу? Затем плавно поверните направо. Вроде как тут чисто было, асфальт-то. Откуда тут такая грязюка стала? А, вон. Как босс бежит. Ой, наверное. Ну, что-то только это болото. Добрый вечер. Добрый вечер. Угу. Видите, это тоже дорожная сеть оказывается есть. Для нас уже будет сейчас найти. А сейчас сколько? Час 11 часов. 8? Час 11. У нас не говорили, уставайте там. Каждый позже с пресепами боли. Ага. А тут еще коллега просил зафрактовать его местечко. Будет еще, если в течение часа приедем? Ну, пока слабо ездим будет. Слабо-слабо ездим. Да? Костян должен подъехать. Надо зафрактовать ему местечко. Я думаю, что будет ему тут где-то встать. А он тут уже где-то недалеко. О, не, не буду я туда мордой загонять и сюда. Что-то тут такое. Сынки-то, дожди такие прошли к этой хрящу. Я думаю, тут чистенько, тут болото. В общем, вот это он сказал 11, это по омскому. Так-то мы уже как бы считаем по новосибирскому уже 12. Ну, это Скания меня обгоняла. Елка новогодняя, а не Скания. Ой, они там еще и вдвоем. Короче, вот, смотрите, да? Ну, настоящая елка. Такая проедет, а то у меня... Своей красотой, которую он тут налипил, слепит только. Могу не попасть в дырочку. Ну, точно не попал. Переломал. Все тогда, друзья, спокойной ночи. Граница областей. Завтра все как обычно. Продолжим мы свой путь. А пока сейчас узнаем, где Костян. Если еще ему полчаса, минут сорок. Ждать не буду. Спать хочу, аж морда валит. Мы с ним утром лясы платочим. Ну, и все. ПАХИ 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 СМИ